Пока возвращаемся к той теме, которую мы начали, а именно что же происходит там сейчас у них за поребриком в России. И вот у нас в чате уже я увидела несколько вопросов, связанные они с Борисом Надеждиным. Борис Надеждин, кандидат на выборы президента России, то есть выборы без выборов, который, судя по всему, уже обходит Путина. Дима, а что происходит? То есть кремлёвский кандидат Надеждин, потому что мы же понимаем, что ни кремлёвских не бывает, тем более я смотрела этого Надеждина на кремлёвских главных ток-шоу сейчас, где вообще всё стерильно отобрано. И получается, любое, что есть, уже может обходить Путина. Что они сейчас с ним сделают? Как пел Валерий Леонтьев, оставь наивные надежды. Значит, первое. Я хочу сказать, чтобы меня услышали адекватные люди в России, которые не хотят голосовать за Путина. Друзья, у вас свободных выборов нет. У вас переназначение Путина, которое полностью контролируется криминальной бандой, стоящей 20 лет у власти. Почему? 20-24 уже года. Значит, не может априори проскочить в список, нет, не в список, даже получить разрешение на сбор подписей человек, не одобренный кремлём. Поэтому два либеральных, так называемых, либеральных кандидата, которых мы видим сегодня, это Надеждин и Даванков, полностью контролируются Кремлём и является их выдвижение проектом Кремля. Ну, сначала, кто такой Даванков? Он депутат Госдумы, вы чё? Депутат Госдумы России. Кто такой Надеждин? Надеждин, это человек, относительно либеральных взглядов или делающий вид, что он либеральных взглядов, который 20 с лишним лет по любому вопросу всегда советуется с Кремлём. Это свой человек в Кремле, он вхож туда, у него там свои покровители, заступники, друзья и так далее. Поэтому давайте будем взрослыми людьми и не будем питать никаких иллюзий. Иллюзий нет. Иллюзии в сырой земле лежат, как Борис Немцов, или на Западе давно, как Гарри Каспар. Или как Ходорковский. Нет, не может быть сегодня в России ни одного либерального по-настоящему человека, который может составить конкуренцию Путину. Значит, для чего Кремлю нужен Надеждин и Даванков или Надеждин, или Даванков? Всё очень просто. Нужно показать миру и России в первую очередь следующую картинку. 80 или 90 процентов пришли на выборы, 80 с чем-то процентов проголосовали за Путина, тем самым поддержав войну, и 1 процент проголосовал или 2 процента за Надеждина или за Даванкова. Или 1 процент за Надеждина, полтора за Даванкова, условно говоря. Вот для чего эти ребята нужны. Для того, чтобы показать, что население России как никогда сомкнулось вокруг национального лидера. Ну, конечно, есть у нас и люди, отщепенцы, которые не любят свою страну, которые подыгрывают Западу за Украину. Ну, мы честно показываем. Вот они. Смотрите, 1 или 1,5, 2 процента. И дальше будут говорить, да у нас все за СВО, да у нас все за Путина. А эти уроды, мы знаем, кто это проголосовал. И, конечно, они будут знать, кто проголосовал. Потому что, когда вы подписываете бюллетени, они же потом идут туда, в Кремль, и люди знают, кто против Путина. Раз. Это прекрасный способ выявления неблагонадежных людей. И, кроме того, когда люди будут голосовать, будут тоже понимать, кто голосует. Поэтому хотелось бы обмануться, но это невозможно. И не обманывайтесь вы тоже. Чудес не бывает. К сожалению. Единственный способ брать вилла, винтовки, которые раздавали, чтобы идти в Украину воевать, и идти сносить упыря вместе со всей этой когортой в Кремле. Вот это единственный способ. Но тут кишка тонка, рабы на такое способны. Вот рабы. Поэтому терпите терпилы или уезжайте. У вас два выбора. Нет, у вас три выбора. Терпеть, в ГУЛАГ идти или уезжать. Какой выбор? Подожди, выбор есть идти сносить власть. Подожди. Этого выбора Олеся... Нет, секунду. Ну, Дим, этот выбор есть, если бы они были людьми. Смотри, тех, кто ими руководит, в процентном соотношении процент, полтора процента. Олеся... Их огромное количество. Но если они рабы, то тогда пусть терпят. Этой опции у этого рабского народа нет. Она отсутствует. Ещё раз. Я хочу зафиксироваться. Это моё глубокое убеждение. Они никогда не пойдут с вилами никого сносить. Потому что они рабы. Точка. Они любят хозяина. Мало того, они сами хотят стать рабовладельцами многие. Поэтому не будем наивными, не будем надеяться на что-то. Вот всё будет так. Если Надеждину дадут, ну он вроде собрал уже подписи, очереди даже стояли. Ну люди... Я понимаю, людей, нормальные же люди в России есть. Я понимаю их. Они думают, ну стану даже на морозе в очередь. Хоть за Надеждина поставлю там свою подпись, чтобы его допустили к выборам, чтобы хоть какая-то альтернатива Путину была. Но там всё предрешено. Ничего не выйдет. Ничего. Путин будет переназначен президентом и смести его может два варианта. Первое с бронесилы Украины и второе это внутренний заколот, заговор. Во внутренний заговор верю. А дочка может возглавить внутренний заговор против надоевшего папаши, который её называет эта женщина? Вот у меня Савик в нашем стриме в пятницу сказал, говорит, а зачем она на интервью сейчас вылезла такое большое, вдруг там про генетику, про болезни неизлечимые как бы в контексте папеньки. Он говорит, ну я думаю, что её готовят на большую должность в правительство. Олеся, я не верю в эту дочку, посмотри на эту дочку, это же копия Путина, я не верю в дочку, она не самостоятельная фигура, нет, это всё исключено, вообще неком говорить, говорить неком. Идём дальше. Россияне устанавливают ПВО вокруг Санкт-Петербурга. После недавней атаки беспилотников на Питер и на Ленинградскую область устанавливают зенит на ракетной установке С-300. Об этом пишет телеграм-канал Астров. Этот дебил Гурулёв, о котором я уже вспоминал, или ты вспоминала, значит, он же не слазец российских пропагандистских каналов, прежде всего он у Соловьёва постоянный гость. Значит, он заявил уже о том, что Ленинград надо снова вместо Питера название принять и вместо Волгограда Сталинград. Значит, причём, если жителей Санкт-Петербурга ещё надо спросить, хотят ли они, то с Волгоградом, говори, там вопросов даже нет. Там всё понятно, надо Сталинградом назвать и всё. Вот, что ты от них хочешь, каких ты выборов, каких протестов, что ты от них хочешь. У них скоро Ленинград и Сталинград появятся. Они любят тех, кто их мучит. Ленин со Сталином эту страну, эту нацию душили, давили, издевались над ними, расстреливали миллионами от голода вообще, погибали миллионы, а они хотят их честь города называть. Ну, ничего ты с ними не сделаешь. Улицы во всех российских городах Ленина есть, памятники вот эти дебильные во всех российских городах есть. Ленин в центре столицы России лежит в мавзолее мумия. Лежит. Что ты от них хочешь? Это рабы, дебильные, тупые, пустые, никчемные рабы, которые, однако, умеют воевать и любят идти завоевывать. Поэтому надо их жарить, не жалея патронов. И тогда что-то может измениться. Потратил полдня на перелет. Лавров добирался до Нью-Йорка почти 13 часов, потому что из-за санкций нужно было облетать многие страны Запада. А у меня вопрос, а как вообще Лаврова, то есть одного главного дипломата страны-агрессора продолжают пускать в Америку. А что он там забыл? И он оттуда сейчас там заявления делает, всякие двусторонние, несколько сторонние встречи международные проводят. Вообще что происходит? Олеся, Лаврова давно нет. Вместо него пост министра иностранных дел России занимает лист. Лавровый лист. Сам Лавров уже давно улетучился. Вот этот лист. он летает по миру в обход многих недружественных в кавычках стран. Ну, потому что, смотри, в Нью-Йорке его принимают, потому что это уставы ООН, туда пускают всех, и лидеров Ирана пускают. Ну, это правила международной жизни такие. Вот, целый ряд стран, цивилизованных стран, не хотят видеть у себя в небе вражеские самолеты. Лавровый глист, пишет нам. Лавровый глист, да, поэтому он летит до Нью-Йорка 13 с чем-то часов. Ну, молодец. Может, его самолет с ним где-нибудь и разобьется. Там же сейчас самолетики падают уже, я же говорил о самолетопаде. Уже один над Афганистаном в небе упал самолет русский. Потому что санкции, потому что обслуживания нет, потому что начинают кривыми руками там запчасти где-то искать и налаживать. А так не бывает. Вот, поэтому может и с Лавровым упадет самолет. Лучше, конечно, чтобы с Путиным упал. А лучше, чтобы они все там попадали. Но об этом можно только мечтать. Я и мечтаю. Идем дальше. Daily Mail спрогнозировала, как российское нападение на Европу может разворачиваться до 2044 года. Бывшие военные начальники и эксперты по безопасности рассказали британскому изданию, как российское нападение на Европу может развернуться до 1944 года. Издание отмечает, что учитывая как войну в Украине, так и опасную ситуацию на Ближнем Востоке, в настоящее время на горизонте вырисовывается угроза более широкой войны. Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, призвал правительство и гражданское население подготовиться к огромным изменениям в своей жизни и предсказал крупномасштабный вооруженный конфликт в ближайшие 20 лет. Бригадный генерал в отставке Кевин Райан считает, что в 2024 году расходы России на оборону вырастут до 140 миллиардов долларов, что составит треть национального бюджета. По его словам, такие изменения не имеют смысла, если они направлены исключительно против Украины. Но, вероятно, Россия готовится к войне против такого крупного противника, как НАТО. Олеся, не верю я в агрессию России против НАТО. Это моя мысль такая, это мое мнение. Смотри, они очень хорошо знают о технической оснащенности НАТО. Они очень хорошо знают. По аналогии, я тебе скажу, Советский Союз уже не прыгнул на Америку в 60-х во время Карибского кризиса, когда разместил на Кубе ракеты, которые угрожали США непосредственно, и Кеннеди уже хлопнул кулаком по столу. Хрущев и хотел бы повоевать, но мне сын его рассказывал, Сергей Никитич покойный, что просто и рассказывали об этом другие источники, Виктор Суворов в частности, но просто пришли маршалы к Никите Сергеевичу, сказали, Никита Сергеевич, дорогой товарищ Хрущев, ну у нас жопа голая, воевать нечем. Они прекрасно знают, специалисты российской армии, возможности свои и возможности НАТО. До НАТО в течение нескольких дней Россию убить может вообще, мокрого места не останется с их возможностями. О чем речь? Не верю в нападение России на НАТО. Не идиоты. Не верю. Друзья, я напоминаю, что у нас в телеграм-канале Дмитрий Гордон идет опрос. Опрос сможет ли Хейли составить конкуренцию Трампу. Пожалуйста, заходите, проголосуйте по ссылке и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Дмитрий Гордон. В конце эфира мы объявим результаты. Кто не подпишется на телеграм-канал Дмитрий Гордон, я даже не хочу говорить, что будет. Шутка. Ой, что будет? Президент Украины Владимир Зеленский вчера подал Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. В том числе в законопроекте предусмотрено, что россияне не смогут получить гражданство Украины после принятия этого закона. У меня к тебе один вопрос. Кто уже год говорил об этом? Скажи. Ты. Молодец. Вот я люблю правду. Я уже год говорю о том, что нам нужно двойное гражданство, когда граждане Украины смогут становиться гражданами других государств, близких нам, наших партнеров, наших друзей. И, конечно, исключены любые, любые возможности становиться гражданином Российской Федерации. То есть там в проекте закона Ирана, Северной Кореи и всех наших врагов. В любом случае там есть норма уже в проекте закона о том, что те, кто добровольно, кстати, украинцы, приняли российское гражданство, они лишаются украинского гражданства автоматически. Это тоже важная норма. Но исключение только для тех, кто находится украинцем на оккупированных территориях, которые для того, чтобы спасти себя, принимали, по сути, под давлением. Там это прописано. Да, да. Вот, значит, смотри, скажу о себе. У меня гражданство Украины, у меня никогда не было другого гражданства. И, честно говоря, вот я себе задаю вопрос. Ну, вот есть там хорошее гражданство Соединенных Штатов Америки или там Швейцарии, условно говоря, Великобритании. Ну, нет у меня желания, вот честно. Нет желания принимать второе какое-то гражданство. Я гражданин Украины, этим горжусь. У меня паспорт гражданин Украины только. Вот, и нет даже никаких желаний. Я не знаю, может, когда-нибудь и возникнут, я не знаю, но у меня нет желания такого. Что касается людей, это элемент свободы. Потому что кто-то хочет быть гражданином Украины и США, кто-то хочет быть гражданином Украины и Израиля, кто-то хочет быть гражданином Украины и Германии, Украины и Франции. Ну, это нормально, это хорошо. Это хорошо, и так должно быть этот цивилизованный подход. Вот, поэтому я за принятие такого закона. я за